МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зарянские Балканы в центральном матче Тура терпят гостевое поражение от Руха из Винников. Этим трем темам мы и уделим внимание в ближайшие 15 минут нашего телеэфира. Не переключайтесь. Завершилась регулярная стадия турнира летней лиги ОБЛ. Последние матчи прошли в спортпарке Гелиль 4 августа. Обе встречи носили чрезвычайно принципиальный характер и оказали решающее влияние на определение пар полуфиналистов. В первой игре этого дня сошлись команды, уже пробившиеся в финальную четверку. Мекс шел без поражений. Муниципал проиграл одну встречу тимуровцам. В случае победы желто-голубых сразу три команды могли набрать по 13 очков. Выигрыш черных выводил Мекс на чистое первое место. Обе команды могли похвастаться отличным набором исполнителей. В составе мексиканского гриля самой заметной фигурой, несомненно, был воспитанник одесского баскетбола Константина Никиенко, компанию которому составляли новобранец Бипа Ярослав Кадыгроб и еще целый ряд опытных игроков, среди которых отметим семейный дуэт Сергея и Юлии Стразовой. Что касается муниципала, то основу этой команды составляют игроки одесской Бипы Полторацкий, Найко, Рессенцвит, Болчанов. Первую четверть довольно уверенно выиграли муниципалы 24-18. Однако, как выяснилось в дальнейшем, Мекс имел на эту встречу весьма затейливую стратегию. Уже на 16-й минуте мексиканцы вышли вперед 35-32, и муниципал был вынужден взять тайм-аут. Тем не менее, после второй четверти впереди все же оставались еще желто-голубые 45-43. Однако, после большого перерыва Мекс окончательно перехватил инициативу. Отлично вел игру команды Павел Лозинский, уверенно действовал на подборах Константина Никиенко, метко бросал Ярослав Кадыгроб, и отрыв мексиканцев стал расти как на дрожжах. К концу встречи уже никаких сомнений насчет победителя не оставалось, и Мекс выиграл вполне убедительно 96-70. Ярослав Кадыгроб набрал 31 очку, еще 20 у Павла Лозинского. Во второй встрече этого дня должен был определиться последний участник полуфинала. По воле календаря четвертое место в очном споре разыграли между собой команды 30+, и «Контакт». Белые имели более опытный состав, черные брали молодостью и азартом. Игра прошла в равной упорной борьбе. 30+, по большому счету, находился в роли догоняющих, но за три минуты до конца четвертой четверти «Контакт» растерял свой перевес, и белые вышли вперед 64-62. Все решилось в невероятно драматической концовке. Обе команды устали, к тому же уже стемнело, и матч завершался при искусственном освещении, что стало причиной целой серии взаимных ошибок. Все же молодежь сумела выцарапать победу с минимальным счетом. «Контакт» выиграл 67-66 и пробился в полуфинал. В понедельник, 8 августа, в Старобазарном сквере пройдут полуфинальные поединки. «Мекс» сыграет с «Контактом», а «Муниципал» сразится с «Тимуровцами». 9 августа будут сыграны встречи за 5-е и 7-е места, а решающие игры за медали летней лиги ОБЛ пройдут в спортпарке «Гелель» 10-го числа текущего месяца. 5-го и 6-го августа в чемпионате Украины по футболу среди команд 2-й лиги состоялись поединки 3-го тура. Из трех представителей Одессины в эти сроки свои очередные матчи провели два коллектива – «Риалфарма» и «Балканы», в то время как «Жемчужина» оказалась свободной от них. На городском стадионе «Спартак» футбольный клуб «Риалфарма» принимал гостей из Ивана Франковска, дебютанта 2-й лиги, команду «Тепловик». Первоначально эта встреча должна была состояться на поле Ивано-Франковского клуба, однако одесситы откликнулись на просьбу соперника о переносе этой встречи в Южную Пальмиру. Стартовые минуты этого матча остались за «Тепловиком», в составе которого самой заметной фигурой на футбольном поле стал опытный Игорь Худобяк. Именно он, благодаря высокому индивидуальному мастерству, уже на второй минуте открыл счет в этом матче. Пришли в себя подопечный Александр Бондаренко только ближе к середине первого тайма, но зато заставив своих болельщиков полностью забыть о провальном начале встречи. На 29-й минуте не менее опытный Антон Хромых прямым навесным ударом со штрафного запустил мяч аккурат под перекладину, сравняв счет в матче 1-1. А перед самым перерывом еще один футбольный шедевр удался нападающему Риалфармы Константину Залипко, который поставил жирную точку под первой 45-минуткой. 2-1 в пользу одесской команды. Второй тайм фармацевты начали очень мощно, и из-за беяния ворота Ивана Франковцев быстрый гол, возможно, дальше Риалфарма мог бы действовать поспокойнее. Гол, собственно, случился, только в противоположные ворота, а его автором стал все тот же Игорь Худобяк, восстановивший парикет на табло 2-2. Практически тут же, на кураже, тепловик имел шансы забить и третий мяч, но одессита выручил вратарь Анатолий Георгица. Концок этого матча прошла под диктовку хозяев поля, которые изо всех сил пытались вырвать в этом поединке победу. Но счет матча так больше и не изменился. Как принято говорить в таких случаях, игра завершилась в боевую ничью 2-2, которая больше пришлась на руку Ивано-Франковскому тепловику. Чем мне нравились всегда итальянские команды? Умеют зацепиться за результат и сохранить его. У нас был результат в руках, мы начали очень неудачно, сразу на первой минуте гол получили. Потом нормально перевернули игру, нормально подошли к своей работе, забили два, закончили первый тайм 2-1. Имели преимущество. Во втором тайме должны были развивать удары с близкой дистанции, не попадали в ворота, перекладили мы там уже все, думали гол. Ну, в итоге не забиваешь, ты забиваешь тебя. Вот нас и забили все. Потому что, ну, это не счастье, конечно, это в пользу, ну, даже не тепловика, а в пользу команд, которые борются за верхние места в таблице. Мы хотим бороться за верхние места в таблице. Меча, как говорят народу, пользует людей. Не им, не нам. И они приобрели очко на чужом поле, они отыгрались. У нас нет такого нападающего, как Фудебяк, который цеплялся за мечи. И, с другой стороны, опытные защитники, мы им говорили, один все время с ним, ну, другой уже там страхует. Все время за Фудебяку надо было следить. Ну, в итоге, это говорить одно, сделать это уже немножко другое. Наша команда постепенно прибавляет. Мы стараемся делать выводы из наших ошибок. Мне импонирует личная игра команды. Я не знаю, решать это болельщикам. Болельщики сегодня говорили, что они придут на следующий уровень. Понравился. Это важный показатель. Ну, в футболе все решает очки. Мы пять очков потеряли, четыре очка преоблилили. За три. Поэтому мы должны подумать над тем, чтобы пополнять очковый багаж. После трех проведенных туров одесский футбольный клуб «Риалфарма», имея в своем активе четыре пункта, поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. Следующий тур команда Николая Лихобидова пропускает. Правда, это не означает, что на этой неделе одесситы останутся без игровой практики. Уже в среду, 10 августа, пройдут поединки второго этапа Кубка Украины, в рамках которого «Риалфарма» сыграет в Кременчуге против местного Кремня. В этот же день другой одесский клуб «Жемчужина» проведет кубковую встречу в Новой Каховке против «Энергии». Центральная встреча третьего тура чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги прошла 6 августа в пригороде Львова в городе Виннике, где на стадионе имени Богдана Маркевича встретились футбольные клубы «Рух» и «Балканы» из села Заря Саратского района Одесской области. Обе команды также являются дебютантами профессиональных соревнований, но именно их футбольные эксперты и специалисты по многим критериям относят к главным фаворитам второго дивизиона. Несмотря на то, что игра началась в спокойном темпе, в дебюте встречи «Рух» сумел создать у ворот одесской команды несколько опасных моментов, в одном из которых «Балканы» выручила боковая стойка ворот. Дальше пришел черед «Зарянской команды», на стре которой дважды оказывался Сергей Урсуленко, но в первом случае удар у нашего полузащитника не получился, а во втором стал легкой добычей Александра Дьяченко. Следующей в стрельцах активности команд пришелся на диапазон с 40-й по 45-ю минуты. Именно в этом интервале хозяева поля вышли вперед после мастерски исполненного штрафного удара Владимиром Бедловским 1-0. Практически следом последовала выход на ударную позицию Сергея Урсуленко, который в борьбе с защитником «Руха» был уложен на газон штрафной площадке. Однако никакой реакции от арбитра не последовало. После перерыва хозяева поля вновь во весь голос напомнили о себе, причем опять-таки после стандартного положения. Бедловский исполнил подачу с угловой отметки, а Святослав Козловский с близкого расстояния подкорректировал полет мяча в сетку ворот Зарянской команды 2-0. К чести балканцев даже в такой сложной ситуации они не сложили оружие. Спустя 11 минут капитан нашего клуба Александр Райчев, накрутив на нескольких квадратных метрах сразу троих защитников «Руха», точно пробил в дальний угол ворот, возродив интригу в этом противостоянии 2-1. В дальнейшем подопечные Андрея Пархоменко предприняли ряд перспективных попыток спасти эту встречу, закономерным итогом которой была бы ничья. Но, к сожалению, ряд опасных штрафных, а также рейдов в штрафную площадку «Руха» так и остались в этом поединке лишь перспективными. В конечном итоге в этот вечер «Балканы» потерпели поражение со счетом 1-2, за которое, как говорится, не стыдно. Мы изучали соперника, даже видно было по сборам, они усилились очень квалифицированными футболистами, вы же увидите, пригласили всех игроков, которые прошли Премьер-лигу, и, естественно, мы понимали, что уровень мастерства достаточно высок, все контрольные игры, они отдыхнули, контрольные игры, хорошо провели сборы, все выиграли, и у Тернополя, у всех, с кем они играли. Мы посмотрели, надо было нам просто сыграть свою игру и не давать соперник прессинговать. В принципе, мы в первом тайме немножко неслось на себе, много было брака, то, что с таким уровнем соперника немножко дрогнули некоторые ребята, но у нас было шикарных три момента в первом тайме, ну, и здесь включился, конечно, судья, как я никогда не виню, но придумать при такой хорошей игре с двух команд, придумать какой-то штрафной непонятный, где у них как пенальти этот человек бьет. Начали, в раздевалку сами себя привезли, был обрез, оборотка угловой, но в любом случае мы управляли игрой. И после второго гола, я очень рад, что наши ребята показали, все равно мы так же не сбивались на какие-то хаос, мы контролировали ход игры, забили, в принципе, важный такой гол хороший, но у нас были достаточно отыграться, Платуновых ходил один в один, Николаевич вышел, очень усилил, и мы создавали эпизоды опасные в штрафной площадке, могли, конечно, вытащить эту игру, я однозначно считаю, что игра ничейная. И мне понравилось, что мы смогли все-таки играть даже по всем обстоятельствам, которые создавали первым номером. С хорошей командой всегда приятно играть, и где-то в такой игре видно свои сильные и слабые стороны. Ну да, звичайно, где-то и было. Приятно, когда где-то творишь моменты, а и неприятно, когда где-то пропускаешь, когда... То есть игра очень показовая, потому что в предыдущей играх, что мы играли, ну, скажем так, дверто, что соперники были не на высшем уровне, поэтому где-то перемоги давали с легенькой, хотя в последней игре мы только один мяч помогли забить при повной перевазе. А сегодня как раз вот эта игра, где, особенно, когда будем делать на ризку моментов, очень важная будет. Это в дальнейшем для команды, поэтому сейчас побачим все ошибки, которые были допущены. Так что в том плане, звичайно, будет над чем работать. да, игра была действительно тяжела, действительно, это была игра тактик, ну, верно, игра игрой тура ее назвать можно, это и результат, 1-2-1, это, это как раз кто-то проиграл, кто-то выиграл. Суть не в том, я просто хочу поблагодарить ребят, хочу поблагодарить всю команду, хочу поблагодарить тренера за сегодняшнюю игру, за сегодняшний нокаут, за сегодняшнее действие футбольное, да, было тяжело, но так оно и, когда две равных команды играют, так оно и получается, то есть, где-то вязко, где-то что-то, у нас кто-то не сыграл, кто-то сыграл, где-то лидеры, что-то немножко подкачал, не знаем, в чем дело, будем разбираться, но, в целом, говорю, хочу поблагодарить всю команду. Сохранив в своем активе 4 набранных очка после трех проведенных матчей, подавечно Андрея Пархоменко опустились на шестую позицию в турнирной таблице. Следующим соперником футбольного клуба Балканы по чемпионату страны станет Венецкая Нива В, встреча против которой пройдет в воскресенье 14 августа на стадионе имени Бориса Тропанца. А до этого события Зарянской команде предстоит провести матч второго раунда Кубка Украины. В среду, 10 числа, в Зарю приедет серебряный призер первой лиги Черкасский Днепр. Начало матча в 17.00. Оба поединка нашей команды будут показаны на официальном сайте футбольного клуба Балканы. На этом эфирное время нашего еженедельника подошло к своему логическому завершению. Спасибо, что были с нами и до новых встреч!